Вебинар, что на самом деле сейчас перед Экофестом есть попытка, такая скаймеров я их называю, мошенники, именно в предвосхищении мировой общественности, не побоюсь этого слова, перед Экофестом, когда будут показаны новые виды технологий Skyway, именно для всех инвесторов, многие смогут прокатиться, но не все, к сожалению, и появляются вот такие сайты, то есть скам-то я бы назвал, это Skyway Coin Info, давнишний на самом деле, как выясняется, сайт, то есть они преобразовывались, меняли домены, и вот снова они есть на пространстве, более того, мои видео используют, когда я еще говорил про платформу, про метаплатформу, такая терминология была, и, соответственно, я могу сказать, что никакого отношения, естественно, ни технология Skyway, ни я лично, ни кто-либо другой указанный в этих сайтах отношения не имеет, то есть на данный момент все, что делается по крипто направлению, как я и сказал уже на прошлом вебинаре, это делается в рамках головной кампании, потому что необходимо представить такой вот комплексный продукт для увязки с современными альтернативными источниками энергии, и другими, так скажем, технологическими интересами наших партнеров, и непосредственно технологии Skyway, потому что вы помните тот момент, тот процесс, что в принципе, огромное количество электроэнергии, и потом эта электроэнергия может трансформироваться, она может передаваться от одной точки сети адресных проектов к другой точке сети адресных проектов. Производиться внутри инфраструктуры Skyway может электроэнергия с избытком, и намного меньше будет затрачиваться на поддержание эксплуатации трассы, чем будет производиться. Соответственно, это, я могу сказать, такое вот очень существенное отличие от электротранспорта, от других, так называемых, экологичных видов транспорта. Именно, что технология Skyway абсолютно безопасная, экологичная, и более того, генерирует электроэнергию, генерирует потенциальный кэшфлоу, потому что, естественно, эту электроэнергию можно уже продавать по нуждам тех или иных линейных умных городов, или тех или иных, соответственно, станций, близлежащих городов. Но я не говорю о том, что Анатолий Эдуардович придумал концепт и знает, как сделать производство электроэнергии, даже если она будет генерироваться вначале, к примеру, не внутри инфраструктуры Skyway, с помощью традиционных теплоэлектростанций, без вредных производств и без вредных каких-либо отходов. Это было неоднократно представлено на конференциях, на докладах, которые проводил Кирилл Бадулин, соответственно, также с нашим партнером и бывшим, можно сказать, и настоящим партнером, который работал раньше в Министерстве транспорта Российской Федерации, и сейчас, соответственно, является одним из губернаторов, где интересуется технологиями создания гумуса, создания инфраструктуры Skyway. Я думаю, что вы помните все эти новости. И, друзья, я предостерегаю еще раз, будьте обязательно в курсе, что подобные сайты, они ни в коей мере не относятся к технологии Skyway, ни в коей мере не относятся к платформе, которую мы с Сергеем Анатольевичем инициировали разработку, и, соответственно, потом и остальные энтузиасты присоединились, и даже Анатолий Эдуардович присоединился. Но разработки этой платформы не удовлетворяют тем пожеланиям, тем требованиям, которые сейчас необходимы. Поэтому сейчас основная крипторазработка ведется в закрытом режиме внутри головной компании. Я думаю, что как только будут показаны какие-либо результаты, мы об этом обязательно узнаем из новостей головной компании. Ну, а мы, соответственно, будем разработки учитывать именно при... На что и были они направлены при именно создании проектов адресных, непосредственно. Та проработка, которая велась и ведется по Сан-Бернандино, также по Мальте огромная проработка. Ну, я не говорю уже про грузовое направление, то есть это перевозка лития, перевозка медной руды, посвоение невозможных к освоению на сегодняшний день месторождений в Чили, в Аргентине. То есть это, соответственно, уже будем таким образом потенциально применять технологию, потому что, естественно, симуляция блокчейн была сделана в первую очередь для генерации сети адресных проектов. Но, друзья, это такая, так скажем, неблизкая история. И как только будут подписаны соглашения, когда будут подписаны соглашения с инициаторами адресных проектов, таких как Сан-Бернандино, Мальта, непосредственно с головной компанией, то мы, как Skyway Capital, уже с потенциальными инвесторами, которые ждут на самом деле запуска этих адресных проектов, непосредственно говорить про Сан-Бернандино, очень интересное ожидание от азиатских инвесторов. И для них это мостик на самом деле приобретения доли инфраструктурного проекта европейского, если быть точнее, то швейцарского, что для некоторых азиатов по каким-то причинам невозможно. Сейчас у нас работает в Китайской Народной Республике специальный такой десант, прорабатывается юридическая схема непосредственно с поддержкой Skyway Capital, и я думаю, что представитель этого десанта, так скажем, возглавляющий это направление в Китае, будет отчитываться перед нами, и мы будем представлять эти результаты непосредственно перед вами на вебинарах, потому что потенциал Китая именно в плане краудинвестинга, конечно, не ограничен и огромен, друзья. И, соответственно, мы это видим, будут появляться материалы на китайском языке, и, соответственно, можно сказать, Skyway Capital начнет осторожно, я повторюсь, шагать по Китаю, потому что, естественно, каких-то реинжиниринговых вещей не хочется абсолютно... Так, Алексей, на Ютубе нет звука. Немножко не понимаю, на каком Ютубе. И, возможно, речь идет о нескольких трансляциях, но сейчас, на самом деле, нескольких трансляций не идет, потому что ноутбука сейчас под рукой нет, и, соответственно, в следующий вебинар уже будем включаться на несколько трансляций. Но будут такие моменты, когда нескольких трансляций не будет. И, да, я абсолютно согласен, что сейчас у Китая огромный потенциал, так же, как у вьетнамцев, и в Skyway Capital, и в Skyway Invest Group начинают активно двигаться вьетнамские лидеры, вьетнамские активисты, кто поддерживает технологию Skyway, кто готов проголосовать уже, так скажем, вьетнамской валютой за развитие проекта Skyway и инвестировать. Соответственно, таких людей становится все больше и больше. Skyway Invest Group тоже в недавнем времени стали прозвать вьетнамское направление. И, друзья, наша стратегия, наша позиция, как Skyway Capital, мы ни в коем случае не будем вступать ни в конфронтацию, ни в конкуренцию. То есть рынка и китайского, и вьетнамского, и другого азиатского рынка хватит всем. И наша позиция, как членов правления Skyway Capital, именно фокусироваться на развитии конкретных территорий, а не взаимодействия и устранения каких-то недопониманий, пускания каких-то слухов по конкурентному фонду. Несмотря на то, что мы конкуренты, мы все-таки делаем одно и то же дело, развиваем технологию Skyway, друзья, и, соответственно, нет времени сейчас конкурировать, нужно фокусироваться на серьезных вещах. Самая серьезная вещь, которая сейчас предстоит, друзья, это Экофест. Потому что я тоже с нетерпением жду своими глазами увидеть те направления, которые мы неоднократно произносили на вебинарах, что где-то вдали, соответственно, вы даже увидите потенциально пролетающего дрона грузоподъемностью уже чуть больше одной тонны. То есть это дрон-строительный робот, который потенциально сможет перевозить участки путевой структуры, опоры в труднодоступных местах, например, ту же Аргентину, Чили, ту же Швейцарию, где строить придется в горах. Естественно, человека часы и трудозатраты по сравнению с роботизированным строительством, они будут идти в разрез, и сравнение будет просто абсолютно неравноценное, и роботизированная техника будет выигрывать, потому что она не будет просить ни есть, ни пить, и, соответственно, просто будет строить. Так, друзья, действительно, оно и будет в тех труднодоступных местах, где человеку уже будет сложнее работать, и, соответственно, Skyway Technologies Companies развивать и строить с той скоростью, которую мы позиционируем, как минимум километр в сутки. Это такой, скажем, через лет пять пессимистичный достаточно прогноз скорости, потому что если будут идти уже два отряда навстречу друг другу, то это будет, соответственно, как минимум 500 метров в сутки. И, друзья, идет постоянная оптимизация, постоянное улучшение. Я хочу непосредственно остановиться на таком моменте, на такой теме, как именно мнение некоторых инвесторов по поводу высокоскоростного подвижного состава, то есть на выставке «Инотранс» уже в этом сентябре всех приглашаем еще раз, естественно, на эту выставку. Будет представлен, я надеюсь, и пока что говорю потенциально, теоретически, мои любимые слова, так как наш проект все-таки венчурный, и ничего гарантировать, ничего стопроцентно утверждать нельзя. И, соответственно, будет представлен на выставке «Инотранс» высокоскоростной подвижной состав, и он будет рассчитан на малое количество пассажиров. На мой взгляд, и, собственно, я абсолютно поддерживаю Анатолию Эдуардовича, как раз-таки будущее за высокоскоростными подвижными составами, и если уходить уже вдаль, вглубь, гиперскоростными подвижными составами, близкими, максимум к пассажиропроизводительности, именно к перевозке пассажиров, не больше, чем 10 человек. Почему? Потому что, друзья, это совершенно другое понимание комфорта, это совершенно другое ощущение личного мобильного пространства, это совершенно другие затраты на строительство километра пути, это совершенно другие затраты топлива на одного пассажира, и так как мы стремимся создать не только экологичную, безопасную, высокотехнологичную, прорывную технологию, но и в первую очередь дешевую по сравнению с текущими различными инженерными инновациями, которые как визионерство сейчас продюсируются и создаются, либо, соответственно, те, кто уже начал что-то делать, но еще не доделали. Например, наши главные, так скажем, союзники в транспорте инновационном, это гиперлупсоюзники, потому что мы тоже делаем одно и то же дело, и Юницкий просто в инженерном плане значительно переплевывает по технологии данную разработку, но стоит учитывать и их опыт, и, соответственно, если бы не было гиперлупа, то, возможно, гиперскоростное направление не получило бы такое движение, такое развитие, уже, я могу сказать, что и проектируется гиперскоростной транспорт, потихоньку, естественно, в качестве факультатива, и я не исключаю, что при достаточном финансировании уже после 2019 года, то есть, допустим, 2020 год, мы уже приступим к строительству, к созданию гиперскоростного транспорта. Вопрос только, в какой стране это будет, потому что, естественно, это совершенно другой участок экотехнопарка, и вопрос, естественно, друзья, то, что мы с вами все ориентированы на запуск и строительство первых адресных проектов. Поэтому мы, как инициативная группа именно членов правления Skyway Capital в сотрудничестве с нашими так называемыми инициаторами адресного проекта, но это не то, что инициаторы, то есть, инициатор я называю больше тот, кто начал бегать по чиновникам, что-то общаться, и, соответственно, некая посредническая работа. Но те люди, которые готовы выходить, выкупить землю под данные проекты, те люди, которые готовы нести на себе маркетинговую составляющую, именно затратную часть по маркетинговой составляющей. Будет ли это логика крипторазмещения проекта, будет ли это логика к созданию традиционной компании и привлечения инвестиций, они все равно готовы. И вот таких как раз деятелей по адресному проекту мы ожидаем, а не посредников, кто хочет о чем-то договориться, и, соответственно, дальнейшие действия уже пусть предпринимает кто-то другой. Такие деятели нам не интересны и не нужны. И мы не собираемся тратить время специалистов головной компании. Я вижу, как загружен Кирилл Бадулин. И я думаю, что никто из нас не может себе представить, насколько моральный груз ответственности и насколько именно технологический груз ответственности, чтобы все расчеты были проведены, все исследования, все проектирования были верно проведены, это уже на плечах Анатолия Эдуардовича Юницкого. Я думаю, что тут каждый понимает, что как-то рисковать и слишком идти в высокорисковые направления, фокусироваться на заранее менее прибыльных проектах, как сейчас, допустим, уже более полугода готовилось арабское направление, и вы видели замечательное, профессионально сделанное видео по арабскому направлению. Там присутствовали партнеры, которых я знаю, и познакомился с ними лично уже зимы, то есть обсуждали и крипто направление, потом уже вышло в логику, как я и говорил уже в начале вебинара, то, что это будет создаваться внутри головной компании, на самом деле, то, что внутренняя разработка обязательно должно создаваться внутри головной компании, и иного выхода, иного пути я не вижу, то есть та разработка, которая была сделана, она была сделана именно на открытую генерацию по юридической финансовой схеме, подкрепленной технологией блокчейн, реальной технологией блокчейн, реальной симуляции трассы подвижного состава, станции, путевой структуры, с привязанными учетными записями, то есть эта работа была бы проделана, понадобится она или нет, друзья, это покажет время, и что-то мне подсказывает, что все равно уже в том проекте, который пожелает оцифровываться полностью самостоятельно, это обязательно понадобится, но, друзья, мы и несли эти затраты, и временные затраты, и материальные затраты, непосредственно как энтузиасты, как венчурные направления, неоднократно об этом говорили, и вы все прекрасно знаете, что ни цента инвестиций, с поступлением на экотехнопарк, или с отвлечением инвестиций, например, на создание платформы, этого факта не было абсолютно осуществлено, друзья, и тут, я думаю, что никто не сможет поспорить. Арабское направление, повторюсь, развивается уже более полугода, я эту историю знаю, как достаточно долго играющую, и видел, как присоединился профессионал высочайшего уровня Павел Скойбеда, и вы видели этого специалиста и дипломата профессионального на видео крайнем по взаимодействию с арабскими партнерами, то есть это тот действительно профессионал своего дела, профессионал-переговорщик, специалист, и сейчас по этому направлению, пожалуй, после Анатолия Эдуардовича, Юницкого и Надежды Геннадьевны Косаревой, он играет главенствующую роль, и, соответственно, это погромная проделанная работа, я думаю, что вы понимаете, что представители чиновников из королевских семей и потенциальные крупные инвесторы просто бы так в Республику Беларусь не поехали, и многие шутили, когда звонили родственниками, родственники им, когда, соответственно, чиновники и делегация из Арабских Эмиратов находились на территории Республики Беларусь, традиционный вопрос, ты где? Я в Беларуси. В России нет Беларуси. То есть этот вопрос мы неоднократно уже слышали, и от вице-президента Симонс, который просил на инотрансе, уже это долгая история, друзья. Прошло достаточное количество времени, чтобы убедиться, что да, пролет 100 метров был продемонстрирован, и уже со скоростью 80 км в час носится юнитрак на территории Экотехнопарка. Уже, соответственно, юнибайкам абсолютно никого не удивишь, и уже такой вот массивный подвижной состав городской пассажирской перевозки носится, и не побоюсь этого слова, по Экотехнопарку. То есть это как раз результат тех инвестиций, результат тех процессов именно популяризации проекта, привлечения инвестиций от нескольких точек входа, то есть это три точки входа, РСВ, головная компания Skyway Capital и Skyway Invest Group. Соответственно, совместно этот результат был достигнут. Это не личная заслуга, к примеру, Андрея Хавратова либо Skyway Invest Group, потому что, друзья, мы все прекрасно знаем, и что говорят про именно членов правления Skyway Capital, но мы в эти дрязги просто не хотим ввязываться, потому что фокусировка максимальная сейчас перед подготовкой именно делегации по переговорам на Экофесте непосредственно, подготовка ряда веера настоящего конференции по странам уже в предвосхищении и на Транс, и, соответственно, подготовка уже потенциальных инвестиций, потому что основная позиция головной компании давайте заниматься теми проектами, абсолютно поддерживая, на которые уже инвестиции и модель финансирования готовы, то есть те, которые готовы выступить заказчиками технологии. И, друзья, тут абсолютно не поспорить, это единственный правильный выход и решение. Особенно при тех фактах, что был проведен КПМГ очень серьезный аудит именно про проектные документации, проектные деятельности, и это лидер именно среди большой аудиторской четверки, то есть наряду с Делойт, наряду с различными аудиторскими мощными такими компаниями, как Pricewaterhouse, Ernst, Young, и мы эти все названия неоднократно уже слышали при переговорах с потенциальными крупными инвесторами. Сейчас, друзья, КПМГ провел успешный аудит Skyway Technologies Companies , соответственно, уже может позиционироваться как компания, прошедшая сквозь тернии, уже летящая к звездам, не побоюсь этого опять же слова, через серьезнейший аудит, будет представлен он или нет на общее обозрение инвесторам. Друзья, это вопрос именно действий и решений головной компании, если там какую-то информацию нельзя показывать, он, естественно, не будет представлен, если нет никакой закрытой информации, я думаю, никаких проблем по поводу обнародования этого по аудиту не будет. Но что-то мне подсказывает, после этого аудита начинается новый ручеек потенциальных крупных инвесторов и инвестиций и по Саудовскому Аравию, по Саудовскому направлению, Саудовской Аравии у нас очень серьезно прорабатывается вопрос Skyway Capital, то есть мы эту информацию пока раскрывать не будем до достижения результата, но готовится делегация уже с конкретными намерениями в Экотехнопарк для того, чтобы стандартно убедиться, если вы все-таки готовы по-крупному инвестировать, то посмотрите на технологию, приедьте, пообщайтесь с генеральным конструктором, пообщайтесь с генеральным директором, пообщайтесь сейчас с профессионалами своего дела, которые сейчас уже более фактически полугода активно работают по направлению арабскому, то есть это Павел Скоби, пообщайтесь с Виктором Бабуриным, который пранее вел направление, они сейчас именно находятся в такой менее приоритетной стадии, но ни в коем случае не заморожены, и развитие идет, но сейчас стратегическое смещение идет именно на те направления потенциальные, это арабское, те, кто готов не только поддерживать на словах, но и на деле. Я думаю, что абсолютно, друзья, мы все с вами понимаем, к чему я это клоню, потому что уже нет времени и нет абсолютно желания выслушивать, что вот есть проекты и даже Китай обращался с потенциальной просьбой, что давайте мы приедем на экотехнопарк, мы посмотрим, где находятся ваши тестовые участки, изучим технологию и соответственно потом предложим адресные проекты. Так, друзья, не работает, тем более с Китаем максимум то, что сейчас мы будем делать, это именно краудинвестинг и если китайским лидерам, китайским венчурным капиталистам нравится наша технология, то пожалуйста ворота инвестиций абсолютно открыты для всех и можно инвестировать с этой целью десант и работать, тем более с получениями таких заключений как от KPMG это очень серьезное мощное подспорье для привлечения крупных инвестиций и друзья, так тому и быть в 2018 году, потому что то, что продемонстрировано сейчас на Экотехнопарке это невозможно было себе представить, я честно могу сказать, я не мог себе представить 4 года назад, что такое будет создано. Более того, серьезные очень партнеры, вот как раз те партнеры, с которыми мы во время поездки сначала мы приехали в пригород Милана перед Швейцарией Сергеем Анатольевичем и с нашими партнерами Шандер, Юрос и пообщались с владельцами крупнейшего литиевого месторождения, медного месторождения и они говорят, что мы снимаем абсолютно шляпу перед теми результатами деятельности именно в счет привлеченных инвестиций, то есть люди открыто говорили, те инвестиции, которые были привлечены сейчас на Эко-технопарк и отправились в строительство, в разработку технологии Skyway, они неизмеримо малы по сравнению с теми полученными результатами. И, друзья, мы что видим на видео, соответственно, это уже между легкой трассой, то есть вы помните по Юнибайк и сейчас Юнибус ездят по кольцевой трассе, там есть участок провисающей путевой структуры, то есть можно подняться на высоту уже более пяти метров и ощутить свободу полета на транспорте Skyway, что и ощущают многие приезжающие делегации. И, соответственно, между Ею, этой трассой, кольцевой трассой и высокоскоростной путевой структуры для высокоскоростного транспорта, совмещенного с городским пассажирским транспортом, вы видели, что там также опоры еще некие установлены, и, как мы говорили, что будет продемонстрирована совершенно иная путевая структура, совершенно иная технология, это уже начало строиться, хотя я не могу сказать, что мы как-то супер серьезно ускорились по инвестициям, то есть рост идет, но не такой бурный, как естественно хотелось бы, потому что естественно возникает предел усталости от некоторых инвесторов, что все-таки инвестиции идут в эко-технопарк, и хотелось бы, чтобы сейчас реализовывались уже адресные проекты с последующей прибылью и дивидендной политикой, но, друзья, мы все понимаем, что мы в сложном проекте, в сложной оптимизации, в сложной стратегии, и это все лежит на плечах Анатолия Эдуардовича Юницкого, как генерального конструктора, который этот весь корабль, этот весь махину, всю махину направляет в верном, на свой взгляд, и как показывает практика, исторически так складывается и не только на свой взгляд русле. Это случилось и с блокчейн направлением, то есть сайт Transnet I.O., вы даже не сможете сейчас на него зайти, то есть все данные по сайту у нас, естественно, сохранены, потому что нас попросили заморозить это направление, и единственное, повторюсь, что мы будем использовать блокчейн, наработки блокчейн-технологии, опять же, с одобрения головной компании, то есть тут без одобрения ничего не может быть сделано непосредственно в создании адресных проектов, как локальных, так и сети, потому что разработка действительно была проделана огромнейшая, и те, кто понимает в программировании, могут это посмотреть на гитхабе, я думаю, я думаю, что в будущем мы эту ссылку разместим, пообщаемся, она и так в открытом доступе, просто мы ей не светили до выхода на ресурсы, там вы увидите, что некоторые работы были сделаны 5 месяцев назад, некоторые работы длились 6-7 месяцев, то есть это действительно процесс, которым участники платформы жили, и сейчас, соответственно, это все приостановилось по озвученным выше мною причинами, но я не вижу никаких нюансов для сомнений, потому что представители, специалисты головной компании не раз доказывали, что в кратчайшие сроки могут сделать новые направления, этому показателю Unibike, то есть за 4 месяца от идеи воплощения до реализации в железе уже в стационарном виде, непосредственно инотрансе была представлена эта технология, и я искренне надеюсь, что по блокчейну в недрах головной компании, в недрах специального, я думаю, конструкторского бюро, занимающегося этого направления, уже возникнет то применение, которое необходимо лично генеральному конструктору для реализации конкретных таких вот глобальных потребностей. Друзья, все с нетерпением ждем. И я могу сказать, что тема блокчейн, она вообще витает в воздухе мировой общественности, не только мировой общественности, но и российской общественности. Это этому доказательству и пример, что Светлана Волошина присутствовала, не просто присутствовала, делала серьезнейший доклад по новой экономике внутри умных городов, именно на основе технологии блокчейн в Астане. И поэтому доказательство следующая новость, которую я сброшу и буквально вкратце освещу. Я думаю, что в будущем можно будет и лично Светлану спросить, какое мнение было у представителей Казахстана, потому что это все-таки Global Silk Road и это такой мировой шелковый путь. Соответственно, мировой шелковый путь новая инфраструктура, которая будет перемещать грузы, пассажиров, товаров, она невозможно без технологии Skyway и по моему личному убеждению без блокчейн технологии. И Светлана уже говорила про применение Skyway и технологии блокчейн для участников этого заседания, этой секции, IT-секции, высокотехнологичной инжиниринговой секции. Я думаю, что мнение о выступлении Светланы, то, что это на высочайшем уровне прошло выступление и тому показатель уже такие вот предварительные договоренности непосредственно с Акимом города Астаны, который считает, что города будущего это вообще будущее человечества, именно сеть глобальных городов, а мы позиционируем это как линейные города, станет уже каркасом новой экономики и мы позиционируем, что это также ядро шестого технологического уклада. И, соответственно, будет генерироваться новый мировой ВВП, который сформирует новую мировую экономику. Вот в таком проекте, друзья, мы все с вами участвуем, и я думаю, что мы, как скайвейщики, адепты, я не побоюсь этого слова, скайвей, мы будем первыми, кто будет приобретать на выгодных, я надеюсь, условиях недвижимость непосредственно в линейных городах, непосредственно уже в экодомах, а концепции экодомов, они уже проработаны, и что действительно поражает представителей, в том числе арабской делегации, и поражает и удивляет одновременно то, что настолько много технологий делается непосредственно за счет таких малых оптимизированных затрат, то есть это и новое сельское хозяйство гумус, это уже и концепты экодомов, то есть соответственно уже зачатки новых умных линейных городов, и то обилие подвижных составов, и то действительно высокотехнологичную производственную часть, которую мы все с вами можем увидеть при посещении производственных площадок зао струнные технологии и Александр Викторович Сенкевич говорит, что это не предел, вопрос только финансирования, масштабировать производственные площадки можно без какого-либо труда, потому что понятно, что делать, понятно, как масштабироваться, но естественно, так как сейчас в нашем случае идет логика такого стартапа, но на мировом уровне, уже с мировыми договоренностями примерно тысяча подвижных составов, это потенциальная возможность создания производительности производственных площадок уже десятки тысяч квадратных метров непосредственно на территории Минской области, этого достаточно, чтобы реализовать первые адресные проекты, друзья, абсолютно достаточно, и более того, те производственные площадки, те участки, именно тестовые участки, если это будет необходимо, на территории арабских стран, либо азиатских стран, это будет непосредственно делаться параллельно, но что мы можем однозначно сказать, и это является такой очень серьезной основой и фундаментом, что научная школа была создана все-таки на территории Республики Беларусь, это русскоговорящие ребята, это и русские, и белорусы, и украинцы, я думаю, и абсолютно разошерстная, разносторонняя, многонациональная команда собралась внутри ЗАО струнные технологии, чтобы развивая эту научную школу, создавать тот продукт, который может дублицироваться и масштабироваться на разные страны, я думаю, что абсолютно понятно и логично при минимальной демонстрации, я думаю, что не будет никаких проблем при росте текущей инвестиции, когда мы продемонстрируем участок, тестовый участок, к примеру, в арабских странах, либо в азиатских странах, кто будет первым, и, соответственно, от этого пойдут адресные проекты, но никто уже не будет реализовывать в таком масштабе, так вылизывая, как это было с Экотехнопарком Минской области, потому что это, повторюсь, научная школа, это, повторюсь, колыбель, именно технологии Skyway, и, соответственно, здесь будет на данный момент все улучшаться и улучшаться поколение технологии, и уже отработанная технология будет масштабироваться, дублицироваться на производство, на строительство, на соседние континенты, страны и государства, а по-другому, друзья, и никак не создать такую глобальную корпорацию и сеть адресных проектов, которая именуется Transnet, это название еще в 90-х годах ввел Сергей Анатольевич Сибиряков. Я могу сказать, что тоже немножко отступление такое, почему-то многие участники команды нашей платформы, ну, кто не сильно погружался в проект Skyway и достаточно поверхностными знаниями обладал, часто его путали со SkyNet, но если Skyway соединить с Transnet, то действительно получается SkyNet, то есть что такое SkyNet и сюжет Терминатора мы все знаем, но, друзья, тут логика совершенно другая, то что будет сформирована новая интеллектуальная, информационная, транспортная, энергетическая, коммуникационная и даже социальная и в будущем финансовая сеть. Это как раз таки сеть адресных проектов на основе технологии Skyway. На основе, я думаю, надеюсь, искренне децентрализации, на основе максимальной криптографической шифровальной безопасности, на основе максимальной масштабируемости, максимальной пропускной способности в виде технологии блокчейн, чтобы можно было миллион транзакций в секунду как минимум делать. Это все мы с вами, дорогие друзья, увидим. Но быстрее всего мы увидим то, что будет представлено на экофесте. Я думаю, что будет очередной прорыв. Буду очень рад увидеть всех партнеров, которые приедут с любых континентов. Многие приедут в первый раз. И я думаю, что у Анатолия Эдуардовича Юницкого еще больше заряд появится, когда будет проведен еще один экофест. это наше уже традиционное событие. И я могу сказать, что многие счастливчики даже прокатятся на подвижных составах, но не все, друзья. Потому что, естественно, есть нормы, есть расчеты и примерно 2000 пассажиров смогут прокатиться на подвижном составе. Постальные, соответственно, уже в другое время и может быть на другом экофесте, либо уже в таких специальных делегациях, подготовленных для потенциальных крупных инвесторов, для лидеров стран, регионов. Потому что сейчас действительно очень много новых людей подключается, потому что то, что продемонстрировано уже сейчас в проекте Skyway, это не то, что было 4 года назад, когда мы только слушали и проецировали в своих головах то визионерство, которое уже сейчас реализовано. Ну, друзья, я могу сказать напоследок в завершении этого вебинара, что все, что не делается, делается, на мой взгляд, правильно в плане технологии. То есть, в плане технологии я доверяюсь максимально генеральному конструктору, в плане инженерной технологии, в плане оптимизации, это должен быть высокоскоростной подвижной состав, 100-местный, либо 8-местный, это, соответственно, Анатолию Эдуардовичу лучше всех нас знать, потому что технологию Skyway он реализовал и придумал еще 40 лет назад, и начинал не с технологии Skyway, но со Spaceway, которая тогда называлась общепланетное транспортное средство. Это моя самая любимая тема, я на ней сейчас останавливаться не буду, но я не исключаю, что уже в 2019-2020 годах мы начнем реализовывать основу уже общепланетного транспортного средства, гиперскоростное направление, о чем сейчас предполагает, визионерствует Hyperloop, и пока реального продукта нет. Но Илон Маск тем временем пиарится максимально как может, потому что вы знаете, я думаю, ту трагедию в Таиланде, где в пещере оказались затопленными несколько тренеров и в районе 10 школьников, то есть уже эвакуация по спасению была создана, примерно 5 человек и 4 человека с тренером остались, Илон Маск прислал свою капсулу именно на основе технологии SpaceX с тем, что, может быть, вам поможет, если нужно будет отправиться под глубину, это, естественно, пиар, это, естественно, маркетинг. То же самое могу сказать про блокчейн Hyperloop, то же самое говорили наши достаточно серьезные партнеры и я искренне надеюсь, что, верю, что внутри конструкторских бюро ЗАО струнные технологии будет создана та блокчейн технология, не знаю, будет она выходить на размещение или нет, но то, что она будет оптимизировать, то, что она будет максимально обезопасивать технологию SkyWay от хакерских взломов, от каких-то нештатных ситуаций, в этом я уверен, друзья, вопрос как бы в сроках, сколько это займет. И безопасность от хакерских угроз это первоочередная задача, друзья, потому что буквально несколько дней назад взломали казалось бы суперустойчивую биржу Bancor, то есть это блокчейн проект, который привлек если не ошибаюсь чуть больше 120 миллионов долларов в прошлом летом, в прошлом году, и он позиционировался как именно аналог такой призерной системы для биткоина, более 20 миллионов долларов было украдено. Соответственно, друзья, как вы понимаете, если пассажиропоток, если грузопоток внутри растущей сети адресных проектов, внутри сети на на основе технологий Skyway будет работать на блокчейн, то это должно быть максимально стопроцентно безопасно, потому что если что-то вдруг взломают, тут уже 20 миллионами долларов не обойтись, потому что ВВП, который будет крутиться адресных проектов внутри технологии, внутри инфраструктуры на основе технологии Skyway, он будет колоссальнейшим. Что-то мне подсказывает, это переплюнет в том числе первый триллион долларов с определенным временем. Естественно, не сразу, друзья, потому что тот путь технологии, который сейчас прошла технология и лично Анатолий Эдуардович за 4 года это огромный прыжок, это огромный прорыв и сейчас уже начинаются серьезнейшие игры с нашими арабскими партнерами, азиатскими партнерами и когда говорят соответственно то выделим, то не выделим землю и потом когда появляются партнеры говорят, что вот все договорились, это говорит о том, что технологию Skyway хотят внедрять, хотят быть к ней сопричастны, но будет заниматься проектами Skyway та сторона, которая будет максимально заинтересована. Да, на территории Республики Беларусь рождена научная школа, да, здесь создано производство, да, здесь создан экотехнопарк первый в мире, первый на планете, друзья, но мы максимально надеемся, что так и будет продолжаться поддержка со стороны Республики Беларусь, что как говорится, только не мешайте, потому что желающих помогать, желающих реализовывать уже на других континентах очень-очень много. Я искренне надеюсь, что мы узнаем какую-либо информацию непосредственно уже на Экофесте от генерального конструктора и соответственно далее уже в сентябре перед Инотрансом мы будем обладать уже конкретнейшей информации но пока что я могу сказать друзья, что такого проекта как мы все с вами развиваем и в плане венчурности и рискованности и в плане получения потенциальной теоретической возможной прибыли и вообще занятия глобальным серьезным делом я могу про себя сказать что компетенции значительно расширились именно до занятия проектом Skyway и во время занятия проектом Skyway это может сделать каждый и присоединиться друзья к нам на сегодняшний день может каждый я не берусь ручаться за слова Андрея Ховратова который говорит что в сентябре будет стоить один полтора доллара за акцию через специализированный некий площадки даже 3-5 долларов друзья если так будет то замечательно я только пожму руку Андрею Ховратову и скажу благодарю что ты ускорил процесс но мы будем говорить всегда в логике Skyway Capital только при совершенных фактах потому что стараемся говорить конкретную информацию хоть и позиционируется что естественно информация из вебинаров это неофициальная информация но мы максимально стараемся сделать достоверной самую достоверную информацию из первоисточников из первых уст вы можете черпать из новостей головной компании RSV Systems непосредственно на портале ну а сейчас друзья я готов ответить на вопросы таковые есть очень вкратце потому что естественно как бы график он Игорь арабы так заинтересованы что готовы наверное купить оставшиеся акции арабы в том числе заинтересованы в инвестициях в саму технологию не только в адресных проект вся информация конкретная именно вот по очевидным свершившимся фактам обстоятельствам будет донесена со стороны головной компании про обратный выкуп эта схема постоянно юридически прорабатывается как только будет дан механизм и решение естественно это также будет объявлено на данный момент такой возможности нет друзья вот кстати очень интересный факт вы видели что с точки зрения Skyway Invest Group был устроен контест нашей логики мы заслуженно я считаю лидером даем возможность прокатиться на струнном транспорте в логике фонда Capital с Австралией все движется друзья но там сложный процесс именно юридического согласования и бюрократизация некая потому что естественно высокоскоростное направление очень серьезно зарегламентировано высокоскоростная трасса я думаю что будет реализовываться в нескольких регионах одновременно с криптовалютой с блокчейн направлением касаемо технологии Skyway как я уже сказал сейчас это разрабатывается несмотря на все затраченные временные и материальные инвестиции делается внутри головной компании ну и собственно будет ли криптовалюта токены это тоже будет из новостей головной компании да Дмитрий сейчас площадка заморожена по крипто направлению хотя мы уже были на стадии так скажем возможного запуска я хочу сказать что эти факты они абсолютно логичны и они предсказуемы при учете того опыта действительно насколько лабиринтовая такая стратегия у нас иногда бывает чтобы прийти к правильному заключению и иногда нужно сделать несколько шагов чтобы выйти на правильный путь по тому факту кто может прокатиться именно от Skyway Capital мы дадим новостях новость Василий как я и сказал блокчейн платформу сейчас которую мы позиционировали и даже сайт Transnet.io если вы зайдете не увидите там никакой информации потому что всю эту деятельность мы по указанию головной компании были вынуждены свернуть сейчас это все что касается блокчейн направления для технологии Skyway происходит внутри в недрах зао струнные технологии соответственно про пакет я сейчас тоже по определенной информации сказать не могу потому что очень быстро поменялись события но собственно этого действительно никто не ожидал и я в частности так друзья еще несколько вопросов и мы будем завершать многие еще говорят друзья что мало новостей на вебинарах и вроде как все одно и то же но вот по этому поводу поставьте от 1 до 10 1 это одно и то же 10 что все-таки очень много полезной информации потому что тоже чтобы нам понимать обратную связь мы максимально стараемся в различных режимах благодарю коллеги до скорых вебинаров строй скайвейс спасай планету и дай дорогу мир транснету